МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дочке с Ингазепой вчера мы вместе нарисовали. Сыну спортивную форму в сумку я положила. Продукты на неделю куплены, посуду помыла, а вот полы постараюсь сегодня вечером. Как же много задач нам нужно решать ежедневно. И самое главное, они нам только в радость. Здравствуйте, дорогие телезрители. Привет, мамочки. С вами передача «Город женщин» и я, Серглана Амосова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом я прочитала книгу «Магическая уборка», где впервые услышала, что же такое вертикальное хранение. А затем, ну, мне же было интересно, я посмотрела много-много роликов на YouTube. И прямо сейчас я хочу показать вам, что же это такое. Нам понадобится футболка. Я вам покажу самый простой метод. Это моя домашняя. Мы складываем футболочку пополам, складываем рукав, а затем нам надо будет нижнюю часть сложить. И тут, внимание, у нас здесь оказывается кармашек. Туда мы складываем верхнюю часть, все вот так вот закрываем. И у нас получается вот такой вот аккуратненький конверт. Затем я очень рекомендую вам приобрести вот такие органайзеры для одежды. Туда мы все можем сложить именно вот так вот стоя. И тогда посмотрите, сколько вещей я смогла туда положить. И знаете, что интересно? Когда мы начинаем наводить порядок в наших шкафах, появляется такое желание обновить свою мебель, возможно, купить новые шторы, как-то преобразить свой дом. Но как же можно это сделать, не потратив очень-очень много средств? Сегодня я хочу познакомить вас с мамочкой, которая делает это просто виртуозно. Это Майя. У нее четверо мальчишек и золотые ручки. Мне уже хочется тебе похлопать. Здравствуй, Майя. Ну вот, как я уже сказала, четверо мальчишек. И каково это? Поделись с нами. Ну, я привыкла. У меня старшие уже подросли, и поэтому мне уже гораздо легче. Вот летом, я знаю, ты делала ремонт. И вместо того, чтобы купить новую мебель, новые двери, ты взяла и просто перекрасила старую. Я видела эти фотографии. Это получилось очень классно. И расскажи, как тебе пришла такая идея? Спасибо. Спасибо. Сперва я очень боялась что-то испортить, но потом перечитала кучу информации, набралась храбрости и попробовала. И знаете, и мне так понравилось, что теперь я прямо хочу все-все-все в доме перекрасить. Это здорово. Давай устроим нашим телезрителям мастер-класс по переделке мебели. Хорошо. Я сегодня принесла стульчик икеевский, детский. На нем выросло двое моих мальчишек. Сейчас он уже немножко пообтрепался. Пообтрепался. Вот ты бы видела, какой у нас такой стульчик. Мне кажется, он у вас просто в идеальном состоянии сейчас. Но я теперь захотела сделать его вот такого серенького цвета. И что же нам вообще понадобится, чтобы взять и перекрасить нашу мебель? Процедура кажется сложной, но если делать, это на самом деле очень быстро и просто. Сперва нам надо стул почистить, помыть хорошо. Потом мы его ошкуриваем. Вот такой очень удобная шкурка, как губка. Вот ее ошкуриваем хорошенько. Можно тоже попробовать? Да. А вот как понять, что вот именно сейчас тот самый этот момент? Выходит очень много вот... Белой краски? Да. Как пыль такая появляется. Ну, это значит, уже все хорошо. Мы внешний слой, значит, сняли. Потом мы все хорошо вытираем. Затем нам нужно загрунтовать. У меня вот такая грунтовка, она универсальная. И чем мы грунтуем? Я грунтую губкой. Она не так много... Грунтовка, она, получается, закрывает какие-то щели, дырочки, да? Нет. А что она делает? Она у нас дает лучшее цепление краски. А вот для щелей как раз нам нужна шпатлевка. Вот такая шпатлевка по дереву. Я ее уже дома намазала. Вот здесь у меня были выбоины черненькие, здесь местами. Я намазала, и вот эти места, которые с выбоинами, мы опять ошкуриваем. Хорошенько, чтобы они стали ровными. И это прям как большая пилочка для ногтей, я скажу. Вот. И все это потом... Класс, прям вот... Да, на глазах все ровно становится. Да, реально стало. Потом мы опять все хорошо вытираем и... Покажи, пожалуйста, свою тряпочку. Ой, это простая тряпочка. Это же пеленочка. Потом грунтовкой мы... Ну, просто вот слегка-слегка намочить всю-всю-всю поверхность. Даем высохнуть. Ну, ее вообще незаметно на самом деле. Ну, как водичкой, да? Да, говорят, что необходимо, и я этот пункт боюсь пропускать. Вот. Потом берем нашу краску. Ну, вот краска, да, кстати, вот. Если мы собираемся вот сотворить вот такое дома, куда нам идти? В гараж идти, на природу ехать. Ну, мало ли, дети маленькие, да? Это же пахнет, может, редко даже. Нет. Краска на основе молочного казеина, она абсолютно безопасная. Даже в доме с детьми, даже можно игрушки красить. Она не пахнет, да, и очень хорошо ложится. Так, значит, нам нужна вот эта вот краска, кисточка. Кисточка. И просто смело идем и начинаем красить. Нам нужно два слоя будет делать это. А вот тебе, мальчишки, помогают дома красить мебель? Они мне помогают, да. Особенно я их шкурить просила, потому что это самое нудное. Красить так приятно. А вот эта краска, сколько она сохнет? Вот, допустим, ты покрасила дверь, мимо побегает малыш. И что ты делаешь? Малышам я заранее говорю, чтобы мимо меня не бегали в это время. Нет, она очень быстро сохнет, пару часов. Вот для меня многодетная мама – это прямо вообще героиня. Вот как вы с мужем успеваете находить время для друг друга? Может, ходите на свидание? Вот расскажи, пожалуйста, как это у вас устроено. Ну, вчера мы сходили на концерт Иванушек, например. Дети уже подросли. У меня старшему уже 13 лет. Так что они очень хорошо друг за другом смотрят. У меня младшему сейчас уже исполнилось 4. И вот, наконец-то, я чувствую такую свободу. Я могу выйти. И мне не надо домой бежать через 2-3 часа, чтобы кого-то покормить грудью. Да, кстати, это просто дурмянейшее чувство свободы, когда ты можешь выйти из дома более чем на 2-3 часа. Да. Вот. Так что сейчас у меня очень такое приятное время. Я могу уже вообще без оглядки куда-то выходить. Вот я вижу то, что кранчка, она такая плотненькая, да? Наверное, 2-3 слоя уже достаточно. 2. 2 достаточно. 2 достаточно. Она такая. При высыхании она чуть-чуть потемнеет. И будет более такой сероватый оттенок. Да. А попробуй здесь. Мы же закрунтовали же, да, верхнюю сторону, верхнюю часть. Ой, какой красивый цвет. У меня лиловые стены на кухне светлые. И вот под них я, чтобы чуть-чуть потемнее, такой цвет выбран. Вот. Ну вот. Если я выбираю цвета, да, мебели, это обычно такой беленький, под дерево. А я видела, что двери ты взяла синие. Да. Это вот. Синие двери на белом фоне, оказывается, так очень ярко смотрятся. Мне очень понравилось. Они были темно-темно-коричневые, ну, такие обычные. А теперь уже каждый, кто войдет в мой дом, какие двери, говорят. Ну вот у вас с мужем такая вот очень важная миссия, да, воспитать на своих мужчин. И вот каких именно принципов вы придерживаетесь воспитания? Принципы воспитания, да. Да. Вот чтобы они помогали друг другу. Да. Ну, это... Многодетной семье это как бы само собой, чтобы они помогали. Потому что я одна, конечно, совершенно не могу справиться со всем бытом. Поэтому у них очень строгие обязанности. Да, они у меня, в принципе, все делают по дому. Малышей только-только начинаем к участию привлекать. Ну, тоже скоро подрастут и будут у меня и посуду мыть, и все делать. А вот у вас многодетная семья. А ты сама из многодетной семьи? Да, я сама из многодетной семьи. У нас было четверо девочек, и теперь у меня четыре мальчика. Как интересно, да, вот получилось. А ты с детства хотела именно многодетная семья? Нет, я об этом не думала, честно. Как-то... Мне даже казалось, они решились на второго ребенка, такие молодцы. Мне казалось, но потом что-то... Мне так понравилось. И оказалось, что это не так страшно. Дети не настолько тяжело даются, по-моему. Поэтому приятно. И как-то так получилось, что у нас их стало четверо. А как вы проводите время вместе? Мы очень любим путешествовать по близлежащим районам. Мы можем взять и уехать в любые деревни, смотреть там музеи, смотреть, что там вообще, как люди живут. Нам очень удивляются иногда, вы из города приехали, в музей приехали. Зачем, говорят, ну, такой вот интерес был, говорим. На природу любим ездить, рыбачить, собирать все, что растет. Здорово. Какой красивый стульчик. Мне даже кажется, что это немножко такой интересный. На меня вот прям стиль прованс, да, у меня сейчас прям. Когда второй слой сделаем, он уже такой ровно-ровно станет, уже без полосочек. А сколько он минут будет сохнуть? Сохнуть он будет, ну, вот, да, от липа, в смысле, вот, для дотрагивания, пару часов, не более. А полное высыхание, чтобы можно было пользоваться это сутки. Сутки. А вот его покрасить, он у нас высох. Нужно ли потом, допустим, использовать лак, да, или какая-нибудь финишная такая есть? Да, вот именно для этого стула я буду использовать лак, потому что, на самом деле, эта краска может выдержать. Если бы это был шкаф, он бы спокойно постоял. Но так как тут будет очень жесткие условия эксплуатации, лак я возьму, и обязательно возьму лак матовый, вот. И он тогда совсем не виден, что он лаком покрыт. Мне понравилось использовать матовый лак. Ну, вот я сижу, да, рядышком, стул красится, и запаха абсолютно нету. Да. Очень удобный, да? А что ты у себя дома уже успела перекрасить? Я перекрасила двери. Самое первое, что я сделала, я покрасила такие горы, сделала на стенах в детской. Теперь я в процессе шкафчики в виде домиков сделала. Вот, и они тоже будут один синий, один серый. И еще я кухню перекрасила. Прям кухонный гарнитур. Да, он был покрыт такой ярко-ярко-оранжевой пленкой. 12 лет так стояло, надоело, конечно. Вот, я всю эту пленку отодрала. Катя очень хорошо отбирается. И перекрасила сверху белый, снизу синий. Вот, дорогие девушки, хотите новую кухонную гарнитуру, не обязательно тратить кучу денег, а можно попробовать перекрасить самой. Да. Теперь вот стулья перекрашу и стол. Стол, наверное, все-таки белым оставлю, но тоже буду обновлять. Потому что, например, тут были сколы, а теперь все ровненько стало. Да, стало ровненько. Вот смотри, говорят же, что мамам нужно свое время, да? И вот что тебе дает процесс покраски? Ты отдыхаешь или наоборот, ты чувствуешь, что тебе это надо делать? Или вот как ты к этому относишься? Мне нравится. Я все детство рисовала, в художественную школу ходила. И вот мне вот этого творчества немножко не хватает. И мне очень нравится, так умиротворяет меня. Смирить, красить. А можно я тоже попробую? Мне кажется, я тоже неплохо рисую. А валик тебе? Валик? Ну, тоже, им тоже можно. И на самом деле, если валиком покрывать, то меньше следов от кисточки остается. Но не на всех поверхностях его можно использовать. А двери я красила только кисточкой. Наш стульчик готов. И чтобы создать такую красоту своими руками, вам понадобится шлифовальная губка, грунтовка, краска и 2 часа свободного времени. Большое спасибо тебе, Майя, за такой чудесный опыт. А я теперь знаю, что я сделаю со своим старым комодом. У меня в гостях замечательная семья Артемьевых. Любовь, Алексей, Дархан, Орлхан и малышка Нарея Ко. И сегодня вместе с ними мы проведем эксперимент. Когда каждый родитель ходит в магазин, он сам выбирает, какое пюре купить его ребенку. И сегодня мы вместе с магазином Викуша, нашим партнером, сделаем вот что. Родители снова выберут из большого ассортимента пюре, попробуют его сами, а затем дадут попробовать своим малышам. Давайте, Люба, вы первая. Какое же пюре вы хотите попробовать? Так, у нас что есть? Давайте вот это яблочное. Яблочное. Они уже кушают, да? Давайте что-нибудь с семгой вот было. Да-да-да, это вот что-то интересненькое. Я вот вижу то, что малышам очень нравится. Вот у тебя груша, да, а у Нарея груша, банан, киви. Им очень нравится. Так. Вкусно. Я тоже хочу попробовать. Да. Прям как это, да, как настоящее второе. Да. Сливочный вкус. Да. А что же теперь скажут наши малыши? Как тебе? Вкусненько. Ну да, вкусненько, если второй раз уже ротик открывает, да? Да, ей понравилось. А Ралкан что-то хочет попробовать? А, ты хочешь творожочек? Да. А вы знаете то, что в магазине Викуша выбор творожков Агушев просто огромный, и срок хранения у него самый-самый большой, потому что они привозят эти творожки на самолете. Давайте. Попробуй, как? Как? Вкусненько. А у вас в скольких лет вы уже вот кушаете пюрешки, супчики, да? Когда вы ввели прикорм? Мы прикорм начали в 6 месяцев ровно, когда они начали проявлять интерес к общему столу. Ну, уже посмотрели, что появился интерес. И начали давать пюрешки сначала. А с чего вы начали? Какое было первое ваше пюре? Первое пюре было брокколи. У меня здесь есть брокколи. И оно им понравилось? Нет, дочке не понравилось. А цену, наоборот, вот понравилось. Да, я вот помню, когда мои малыши были маленькие, мы вводили пюре прикорм, их же там будет совсем там половина чайной ложечки, да? Да. А все, пюре-то остается? Да. И признась, ты кушала его сама? Нет. А я кушала. Я не кушала. А творожки вы пробовали уже? Нет, еще нет. Давайте попробуем еще творожки. Тут у нас творожочек детский, персиковый. Давайте мы его дадим нашей принцессе попробовать. Сначала сами попробуем, да? Да, сначала пробуйте сами. Ммм, он такой сладенький, прям как... А я бы сама такой кушала. Так, давайте. А мне вот всегда было интересно. У тебя вкусненько? Ой, очень понравилось же. Да, еще хочется. Ммм, вкуснотища, да? Мне вот интересно. Вот близнецы у вас. Они похожи внешне. Но какие у них вкусовые пристрастия? Совсем разные, кстати. Дочка овощные пюре совсем не полюбила. А сыночек, он вообще обожает. Ну, он вообще любит кушать, как истинный мужик. Ну, видно, да, что он. Он все ест. Например, дочка может там отказаться от брокколи, от мяса иногда. А сын все кушает. Здорово. А еще хочу вам показать кое-что интересное. Когда мои малыши были маленькие, такого еще не было. Тут, наверное, не очень хорошо видно, но тут прямо настоящие фрикадельки из кролика. Давайте попробуем. Такие видели? Нет, еще. Ну, все, отлично. Это супер повод попробовать фрикадельки. Давайте сначала пробуйте вы. Ага. Так. А, они прям такими кружочками, да? Они прям кругленькие, аппетитненькие. Прям мясной. Что ты хочешь? Йогурт? Возьми йогурт. Как настоящий, да? Реально мясной вкус. Так, теперь малышам. Реально очень-то. Они у вас очень хорошо кушают. А вот я с вам, малышам, уже годик исполнился. И что они кушают сейчас? В данный момент они уже все кушают. Все, что мы едим, мы уже ввели все. И супчики, и второе, и кашки. По утрам яичницу. Ну и плюс грудное молоко тоже. Да, они вдвоем, груднички еще. Ну да. А какая у вас была первая реакция, когда вы знали, что у вас будет близнец? Мы были в шоке. Вышли судить. И вообще не поверили своим. Ну вообще, что с нами происходит? Это реальность. Да. Потому что у нас в роду ни у кого нету близнецов. Да, это был сюрприз. А когда вы только не появились на свет, как вы справлялись? С одним малышом-то вот бывает очень легко. Ну папа, расскажи. Справлялись? Ну было сложно, конечно, в начале. Но главное настрой. То есть не надо бояться чего-то. Это же дети, это же наши кровянушки. То есть мы не понимаем, с какого слова. С полуплака, скажем так. Да, мы вдвоем ночью встаем, их кормим. Папа очень помогает этому, здорово. Класс. А как вот ваш старший воспринял? Сколько ему было лет тогда? Ему было два с половиной, да? Ну почти три годика. Ну сначала он, конечно, ревность проявил, потому что сразу же два ребенка. Он был единственным ребенком. А мы его вот психологически начали готовить до рождения. Он начал, ну гладил живот, там говорили с ребенкой братик. И он сразу, ну как-то начал вот так поднимать, целовать. Ну конечно, вот такой период был. Ну мы как-то справились. Сейчас он обожается их. Мы еще его спрашиваем. Типа, хочешь там отдать, там в другим семьям? Нет, 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 ни за что говорит. Я же люблю их. Да, да. Ой, ну волши поели, да? Они уже улыбаются. Вот эти пирожки, кстати, мне очень удобно вот тем-то, что можно взять их с собой в парк, взять, да? На пикник с собой взять и везде вот такая палочка-выручалочка. Ну вот из всего того, что мы попробовали, что же вам, родителям, больше всего понравилось? Мне больше всего вот этот творожок понравился. А вам, Алисей, что понравилось? Потому что дети всегда безотказно их берут, кушают. Допустим, в отличие от овощных и от мясных. Ну, незаменимая вещь в любом походе. В любом походе в тофт-парк, в магазин, не важно. Большое вам спасибо, что приняли участие в нашем таком шуточном эксперименте. Желаем вам счастья, здоровья и семейного благополучия. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот, ну как она это все успевает? И детей у нее много, и все они такие чистенькие, опрятненькие. И сама она красавица, и дома-то как чисто. А у меня? Я даже с утра накраситься не успеваю. Вот как она так делает? Ты так умеешь? Вот и я так не умею. Но, так, надо собраться. Специально для таких же мамочек, которые любят так же разговаривать самим собой, я пригласила психолога Марину Афанаилову. Здравствуй, Мария. Привет, Светлана. И что же мне делать с моей неидеальностью? Как я обычно говорю своим клиентам, надо свою неидеальность принять. И просто начать быть достаточно хорошей для себя. А вот как это? Просто взять и сказать, я достаточно хороша. Вот с чего надо начать? С чего надо начать? Во-первых, я бы порекомендовала определить те области жизни, которыми ты сейчас не удовлетворена. Например, у кого-то там работа, семья, здоровье, личная жизнь, саморазвитие, разные-разные сектора, да? И просто попробовать прицениться, оценить, какая область западает, где ты не удовлетворена и где хотела бы достичь большей неидеальности. Как-то так. То есть, ну, больше работать над тем, что получается, а то, что не получается, просто забыть. Ну, надо посмотреть, да, насколько для тебя важна эта цель. Представь, да, я такая, что-то с детьми так плохо, ничего не получается, а ладно, забью на детей, да. Но так делать, конечно, нельзя. Так делать, конечно, нельзя, но вот говорят же, есть идея баланса. Во всем должен быть баланса. Ты же знаешь, что в твоем же клинике же есть это колесо жизненного баланса. Считается же, что если там будет везде закрашено, везде будут десятки, супер-пупер идеальная женщина. Но в жизни, конечно же, такого не бывает. Ну, вот смотри, вот сейчас, да, в соцсети нам говорят про идеальность, да, все вокруг успешные, там все успевающие. А вот ты сидишь дома с ребенком и думаешь, что жизнь проходит мимо тебя. Вот что делать тогда? Что делать? Ну, во-первых, я бы, наверное, посоветовала женщинам обратиться либо к самой себе, либо к какому-нибудь помогающему практику, ну, например, психологу, да, или коучу, который поможет определить вообще вот причину, из-за чего я страдаю, да. И также вы, наверное, сможете тогда как бы для себя определить, насколько вот эта ценность, которая как будто бы мне важна, моя или не моя. Бывает же так, что все-таки речь идет о навязанной ценности. Да, очень часто так бывает. Вот сейчас я стала замечать, что очень много людей говорят про эмоциональное выгорание. Да, даже вот по себе я могу это замечать, да, если вот когда мы дети, мы ходим в школу, это у нас с каким-то идет циклами, да, школа, потом обязательно каникулы, ты отдыхаешь и ни о чем не думаешь. Но ведь взрослый человек не может же вот прям взять и три месяца ни о чем не думать. Как с этим справляться? Ну, три месяца, да, конечно, это большой такой срок, да, это роскошь, наверное, для современного человека. Но один день каждый из нас может взять и, ну, как бы передохнуть. А вообще вот синдром эмоционального выгорания, есть такой термин, и он введен в психологии в 1974 году. И говорит о том, что человек истощается, да, и нужно замечать, как бы компоненты вот этого выгорания, они есть или нет. Во-первых, это когда на работе у тебя меняется отношение к своим коллегам, клиентам, да, ты уже можешь придумывать обидные прозвища, например, кому-то, да, или вы можете обсуждать с коллегами, там, о клиенте, там, смеяться над ним. Или если даже не смеяться, то если раньше вы вставали, как бы входили в положение этого человека или коллеги, то сейчас уже появляется такая отстраненность, холодность такая, да, и даже цинизм бывает. Вот. И получается, это же как, это психологический механизм защиты. Человек себя защищает, но это проявляется вот именно в таком, в отчурненности. Ну, плюс истощение, конечно. А вот ты сказала, надо отдыхать. Ну, все говорят, нужно отдыхать. Что такое отдыхать? Я, мне кажется, я не знаю, что такое отдыхать. Вот как? Лежать с телефоном и смотреть ленца в Инстаграме, это отдыхать? Или это, или как? Это, ну, считается, что это не отдыхать. Да, вообще, когда я говорила отдыхать, я просто вот только один метод назвала на самом-то деле. Вообще нужно не лечить выгорание, а заниматься профилактикой. Это прежде всего. И, как показывает мой опыт, люди, которые попадают в этот вот синдром вгорания, они очень часто не обладают какими-то такими социально-психологическими навыками. Ну, например, уметь отказывать. Да, человек на все соглашается, хочет быть хорошим, не хочет обижать других людей. На все соглашается, и получается, вот как раз он приходит к этому вгоранию. Да, это же результат хронического стресса, и человек не может с этим справляться. Вот. А если бы у него был бы этот навык, да, у него была бы меньшая вероятность прийти к этому. Либо же другой навык тоже уметь делегировать. Очень много у нас проектов, нам кажется, что лучше нас никто это не сделает. Это точно. Это знакомо, да? И вот мы начинаем все тащить на себе. И даже в семье я знаю мамочки, которые думают, что лучше мужа, ну, чем я поручу это мужу или там своим старшим детям, я лучше сделаю это сама. Вроде бы человек не работает, находится дома, выполняет домашние обязанности. Вроде бы как будто бы нет работы, да, но все равно вот это вот случается. Вот. Ну и кроме этого, конечно же, уметь отдыхать. Когда я говорю уметь отдыхать, это значит именно переключить вид деятельности. Люди, которые, например, очень погружены в свою работу, они приходят домой и начинают практически то же самое делать. Погружаться в мысли. Отдыхают вот так вот. Они читают или там еще что-то. Вот, да. Вот у меня такое ощущение, что вот мой телефон, он у меня постоянно, вот я просыпаюсь, я выберу. Потом я вот в течение дня я ем, я могу даже одна пойти в кафе есть, одна, со своим телефоном, и мне никогда не бывает скучно. И вот как ты считаешь, когда человек постоянно онлайн, он постоянно там фоткает себя, там снимает, вот в инстаграме сториз, да, есть, 24 часа он снимает, что он делает, как он делает, что в конце концов случится с нашим обществом, да, вот. К чему это приведет, как тебе кажется? Не знаю, если честно, если честно, не знаю, но как бы гипотетически я предполагаю, и сейчас есть тоже такие исследования, которые говорят о том, что страдает вот эта вот коммуникативность наша. Очень сильно страдает, да. Плюс, если мы сидим в сети, не мы взрослые, да, а маленькие дети, то у них тоже вот страдает психическое развитие, которое должно, ну, в соответствии с возрастом нормально развивается, а именно из-за гаджетов, из-за того, что они сидят, тоже это сильно влияет. Ну, плюс, вот, я же сказала, что страдает коммуникативность, то получается, мы же предпочитаем общаться в сети, а непосредственно общение, оно исчезает, а это непосредственное общение, это как раз вот этот вот уровень доверительного, интимно-личностного общения, очень важно в нашей жизни. Ну, мне кажется, даже, ну, помогает, знаешь, в чем? Когда я и немножко стесняюсь, мне легче человеку написать, нежели чем пойти и вживую с ним обсудить тот или иной вопрос. Это преимущество этого виртуального общения, есть такое. Но, с другой стороны, ты так и не победишь свой страх. Да, согласна. Ну, вот, это личное, да? Ну, вот, представляешь, вот ты просыпаешься, сразу очень много дел, задач, ты должна, это, то, потом в обед у тебя ничего не получается, все валится из рук, там, что-то сорвало и что-то подгорело. И тут берет ребенок, да, и намазывает пластилин на полотенце, и вот весь груз этого дня тебе хочется взять и сорвать на этого бедного малыша. Ага, какие есть стоп-слова, там, не знаю, вот что ты советуешь, когда чувствуешь, что мамочка вот на пределе, что ей надо сделать в первую очередь, чтобы не накричать на малыша? А у меня такой встречный вопрос, а как ты думаешь, что бы сделала идеальная мама? Идеальная мама, она, наверное, бы промолчала, пошла все постирала, как-то там, не знаю, вечером попила чай, а потом бы у нее случился нервный срыв когда-нибудь. Ага, а что бы сделала достаточно хорошая мама? Достаточно хорошая мама, она бы наругала, но не переходя на личности, наругала бы и дала бы понять ребенку, что так делать нельзя. Собственно, вот это и есть ответ, да. Сейчас в психологии, не только сейчас, вообще про это давно говорил такой, есть английский психотерапевт, Дональд Винникотт, он говорил о том, что идеальная мама, быть идеальной мамой хуже, чем быть плохой мамой. То есть лучше быть плохой матерью, чем быть идеальной мамой. И он ввел такое понятие быть достаточно хорошей мамой. Надо быть достаточно хорошей мамой, а не идеальной. А ещё вот такой тоже немножко личный вопрос. Наверное, каждая мама чувствовала такое, что она плохая. Есть такое? Да, чувство вины, возможно. А вот как это пережить? Как это пережить? У меня тоже, у меня это знакомое, это чувство. Я мама четверых, да, и у меня... Я трудогольник, и у меня бывает так, что тоже, ну, как обычный человек. Знаешь, что я делаю? Я обычно спрашиваю своих мальчишек. Я говорю, ребята, вот смотрите, я, как вы думаете, я сейчас выполняю свои функции? Я сейчас хорошая мама или нехорошая? Что мне сделать для того, чтобы вам было хорошо? Просто вот спрашиваю. И вот эта обратная связь твоих детей, что они думают про тебя, да, она очень ценна. И она прямо вот сразу ставит всё на свои места. Классно, я об этом не знала. А вот прям сегодня же у детей своих спрошу. Да. Да, это очень здорово. Чего тебе не хватает для того, чтобы я была хорошей мамой для тебя? Вот так вот. И просто он может обозначить, да, слушай, мама, помоги мне там что-то. Ну, и тогда сразу всё становится на свои места. Хорошо. А вот если женщина считает, что она должна быть лучшей мамой, лучшей женой, вот как я это хочу, чтобы не было срывов, да, что она должна делать? Вот здесь меня смущает слово «должна», ну, не знаю, хочет делать, да. Как она должна время проводить? Вообще, чем старше ребёнок, тем больше женщина должна заниматься собой, да, и меньше уделять внимание потребностям ребёнка. Потому что тем самым мы, наоборот, помогаем ребёнку адаптироваться к реальности, да. Идеальная мама – это та, которая постоянно удовлетворяет потребности ребёнка до того, как ребёнок ещё его не осознал, эту потребность её не осознал. А достаточно хорошая мама, она вот как раз занимается собой, потому что как раз это, вот удовлетворённость женщины, это есть самый важный фактор, который потянет за собой все остальные области. Да, если мама будет довольна собой, то она будет и хорошей мамой, хорошим работой. Ну, всё, девочки, главное – находить время для себя, быть довольными собой, и всё в вашей жизни будет замечательно. Большое спасибо, Мария. Спасибо. За эту чудесную беседу. Спасибо, Сергей. Спасибо. Вот было бы здорово, после длинного рабочего дня я ехала домой, а в это время кто-то готовил еду, подметал пол, чайник бы сам вскипятился, а мне осталось только поесть и поспать. Так что, это же реальность, 21 век на дворе. Прямо сейчас мы с вами устроим тест-драйв умнейшей домашней техники. И начнём мы это с робота-пылесоса. Наверняка, каждая из вас о нём слышала, но не все видели его в деле. Так, вот он наш робот. Он такой кругленький, на виде тарелки. Здесь у него есть сенсор, который помогает ему не ударяться в вашу мебель, не падать с лестниц, а здесь вокруг есть датчики. И во время первой уборки он отсканирует всё ваше помещение и будет уже знать, как же ему лучше всего у вас убираться. А ещё здесь у него есть такая щёточка, которая поможет ему не халтурить в самых запылённых углах. Давайте попробуем его включить. Он сказал, мама. Умный робот-пылесос избавит вас от изнурительной домашней работы. Вам нужно только включить его, и он сделает всё за вас. А самое классное, что его можно запустить с мобильного приложения. Только представьте, вы собрались домой, или вдруг неожиданно к вам решили прийти гости, вы берёте свой телефон, заходите в приложение и включаете пылесос. И к вашему приходу вас будет ждать чистый и прибранный дом. Это же просто мечта. А какая экономия времени и сил. По всему миру роботы-пылесосы набирают всё большую популярность. Оно и понятно. Зачем тратить драгоценное время на то, что можно и не делать. Согласитесь, ведь есть множество дел, которые делать гораздо приятнее и интереснее, чем подметать полы. А следующий гаджет, покоривший моё сердце, это увлажнитель воздуха. Когда у нас в Якутии запускают отопление в домах, воздух становится очень и очень сухим. А это вредно для пожилых людей, для маленьких детей. И в сезон простудных заболеваний риск подхватить ОРВИ у вас гораздо сильнее возрастает. А также у меня есть очень интересная новость для любителей всего зелёного и правильного питания. Сейчас на ваших глазах я сделаю суперполезный напиток. Мы добавляем сюда мандаринки, добавим сюда бананы и добавим кефирчик. Самые простые ингредиенты для смузи. Мы всё закрываем. Блендер у нас заряжается от зарядки. И сейчас мы его включим. Вы можете его таскать с собой в сумочке. И в любой момент, когда он захочется правильно перекусить, сделать себе вот такой вот оттейл. И всего за пару минут у нас готов смузи. И самое удобное, мы можем выпить прямо вот отсюда. А сейчас, пользуясь своим служебным положением, мне хочется кое-кому намекнуть. Пожалуйста, на мой день рождения подари мне вот-вот-вот это вот. Ну вот-вот то. Да ладно. Зная мужчин, я считаю, что надо говорить, как есть сразу в лоб. Я хочу вот эту мультиварку. Ведь благодаря ей можно приготовить сотни и сотни самых разных блюд. А самое главное, особых усилий прилагать не нужно, потому что нужно нажать всего лишь на одну кнопочку. Дорогие девушки, если ваш муж в очередной раз забудет выбросить мусор, покажите ему прием из кунг-фу. Этот умный мусорный бак, когда он заполнится, он сам запакует мусор и неприятный запах не будет распространяться по вашей квартире. Давайте продолжим дальше. Тему гаджетов для дома, организации, пространства. Поговорим снова об идеальности или не идеальности мам. И сегодня я пригласила в эту студию Василию Кувинокурову, мамочку, которую наверняка многие знают. Ты такая веселая, с активной жизненной позицией. Расскажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой должна быть мама в наше время? Спасибо большое за приглашение. Но я считаю, что сейчас мамы должны быть современными, так как сейчас 21 век, век информационных технологий, гаджетов, прорыва информационного. Так что надо быть в ногу со временем. Я очень благодарна, как говорится, Богу, то, что я родилась именно в то время, когда материнство сейчас очень легкое стало, потому что у нас есть очень классные гаджеты, такие как, например, наши помощники, та же стиральная машина, та же мультиварка, те же приборы, кофеварки и так далее. Просто ложишь там вещи, и моментально там и еда приготовится, и постирается. Это очень облегчает жизнь, и я просто так рада, что у нас 21 век, и есть интернет, и все на свете. Вот ты блогер, активный блогер, да? А вот когда родилась моя дочка, у нас не было даже инстаграма, и не было даже ватсапа. Как ты думаешь, вот у тебя уже сын большой, и отличается твой декретный отпуск, сколько, 9 лет назад, и от того, что вот сейчас? Да, очень сильно отличается. Реально, когда вот первый сын родился, ничего не было, было только ВКонтакте, наверное, да, и телевизор. Поэтому, ну вот сейчас совсем прям, вот я сейчас чувствую, что материнство сейчас легче намного, потому что раньше, ну как-то тяжелее было. Но с другой стороны, там было больше свободного времени, потому что, как-никак, интернет, сеть и так далее больше отнимает времени. Но зато сейчас самое крутое, то, что есть группы ватсап, например, группы мамочек, и любой вопрос я могу спросить у них, например, вдруг у ребенка какая-то сыпь, или что, или там, где какой подгузник купить, или какую смесь купить, то опытные мамочки в группах ватсап, они прям рекомендуют сразу же, или, например, врач сразу отправляет талон, электронно, да, по ватсапу, очень удобно, не надо занимать отдельную очередь, поэтому вообще супер. Как твоя группа называется? Ну, группа Мартят. Мартята 2019. Вам особый привет. А вот у тебя, у малышей, разница довольно-таки ощутимая. И как тебе кажется, тебе удобно? Это удобнее, или вот лучше, когда погодки, как тебе кажется? Ой, мне прямо очень удобно. Всем рекомендую, да, с разницей 9 лет рожать, потому что старший сын, он уже вообще взрослый. Уже наш помощник, он помогает с маленьким, там, как говорится, и упаюкивает, и там памперсы приносить, и носить, и куда-то поэтому. И сам своими делами занимается, поэтому у меня полностью время уходит на маленького, и это очень легко, оказывается. Я очень себе благодарна, потому что я родилась с такой разницей. Но все равно есть мечта с погодок тоже родить. Это же классно, когда дети вместе растутся. Да. Вот многие мамочки, когда только от них рождается ребенок, они в первое время делают такую наклеечку на лицо ребенка, там, котенок, тигренок, да, а ты такого не делала? Первые 3-4 месяца не делала, он там открыло лицо уже. А вот как бабушки, дедушки отреагировали, они же все очень суеверные. Они до сих пор прям закрой, не показывай, прячь. Ну сейчас, извините, 21 век, да, долго ребенка там скрывать, поэтому пачкой, наклеечкой невозможно, все равно на улице гуляем везде, да, ну и хочется и с друзьями поделиться, почему бы нет. Вот поэтому в глаз и так далее чуть-чуть, мы не верим. Думаю, все зависит от людей самих. Если ты позитивный человек, то ты и притягиваешь позитив, я считаю. Ну и люди в основном позитивные, я надеюсь. А вот как твоя половинка к этому относится? Как муж к этому относится? Относится конкретно к чему? Ну именно к блогерству твоему. К блогерству. Ну он, муж у меня очень хороший, он поддерживает всячески. То есть, например, я сейчас даже с вами общаюсь, и мой муж помогает мне с ребенком, как раз с ним гуляет в это время, ждет мамочку. А как сын старший? Сын старший тоже. Но он активно еще участвует в моих всяких этих блогерских штучках, принимает участие. Ему это нравится. Этим летом еще ходил в специальный бизнес-лагерь в боженство. Вот эта ему тема была очень близка. То есть, если тебе придет свой сын и скажет, мама, я хочу когда вырос, стать блогером, ты его поддержишь? Конечно, с радостью поддержу. Вообще, даже если он скажет, стану автомехаником, тоже поддержу. Поэтому любое начинание сына всегда за. Большое спасибо, Василика. за такую интересную беседу. Тема блогерства, тема гаджетов для детей, она такая глубокая. И мы обязательно в следующих эфирах будем эту тему освещать. А знаете, что самое важное в новых знаниях? Это тут же их применить. Хотели перекрасить старый комод или устроить ревизию в шкафу? Вперед из песни. Ведь вы теперь знаете, как это сделать. С вами была передача «Город женщин» и я, Сергала Ана Амосова. Ну, а я прямо сейчас пойду покупать себе краску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!